Солнце, природа, летние каникулы и беззаботный отдых. Детский лагерь Эрзи распахнул свои двери для детей из Молгобегского района. Для запоминающегося времяпровождения молодежи организаторы продумали все. Занятия спортом, декоративно-прикладным искусством, прогулки и, конечно, хорошее питание. Ната Ивлев расскажет. В детском лагере Эрзи детям скучать не дают. Постоянные игры, конкурсы и танцы. Каждый найдет для себя дело по душе. Это место встречает и провожает своих гостей со всего света уже на протяжении 19 лет. Здесь уделяется внимание каждому ребенку индивидуально, пытаясь раскрыть его талант. Различные кружки, конкурсы, спортивные состязания, в общем, различные викторины. Дети не сидят просто так, без дела. То есть постоянно, постоянно они активно в чем-то участвуют. Распитатели с трепетом относятся к времяпровождению детей. К примеру, большинство мальчиков любят проводить досуг в боевом зале. Здесь они могут поиграть в теннис или же побороться на руках. Ребята разбиваются на команды, проигравших остраняет сразу. А между победившими разыгрывают новый бой. Тот, кто вышел в финал, должен побороться с самим вожатым. А это дело не из легких. Ну а пока одни борются, другие пытаются научиться декоративному искусству. Цветы из гофлированной бумаги, оригами, шкатулки из картона. Этому и многому другому учат здесь ребят. Дети просто в восторге от лагеря и их переполняют эмоции. Нам здесь очень нравится играть. Мы обливаемся водой. Бывают веселые игры, веселые старты, разные конкурсы. Разные конкурсы, это очень весело. Школа инноваций в этом году не осталось в стороне и тоже приехал в оздоровительный лагерь Эрзи. Помимо отдыха, маленькие гении проводят для остальных воспитанников лагеря и мастер-классы по робототехнике. Булатычев Киеву 12 лет, в школу реновации уходит третий год, но уже обучают других, тех, что помладше. Собирать роботов одно удовольствие, говорит мальчик. Это умный робот. Сейчас я запущу программу и он с помощью гироскопического датчика сбалансируется. И будет независимо от того, какую мощность двигателя мы поставим, он будет стоять на двух ногах. После сборки роботов их ждет состязание по сумо. Суть игры заключается в том, чтобы выбить противника за черную чешту и одержать победу. После долгих занятий отряд строится и подречевки отправляются на обед. И ровно в 13.00, как положено, по расписанию у ребят обед. Каждой смене полагается по 30 минут. Всего смены три. Девочки, как вам? Нравится здесь, как готовят? Да, очень нравится. У нас сегодня гречка была, котлета была и борщ. Новые друзья, много развлечений и здоровое питание. Дети везут с собой домой не только хорошие воспоминания и положительные эмоции, но и запасаются новыми знакомствами и друзьями. Неудивительно, что в лагерь Эрзи стремятся дети со всей страны. Каждое лето сюда приезжают ребята из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Ну и самые частые гости здесь – это ребята из Иваново. Почему-то их тянет Эрзи, потому что здесь неповторимая природа, экзотика и особенно уникальные, наверное, башни, склепы. Таких, по-моему, нет на планете, мне так кажется. На Северном Кавказе это целый ансамбль. Ну и как же без национального танца ни дня не проходит, чтобы горы не дрожали от ритма Лизгинки. Для детей в лагере созданы все условия – чистый воздух, постоянные мастер-классы, питание и развитие не только физическое, но и духовное. Каждый может найти себе занятия по душе. Но самое главное, что здесь нет никакого интернета и магазинов, что позволяет окунуться детям в прошлое своих родителей. Ната Ивлоева, Рахман Суров, Новости 24.